Михалыч за эту песню про сольности, потому что, когда я слушал и начал ее петь, я думаю, как же молодежь-то отреагирует на эту песню, потому что очень часто мы слышим эту песню в ресторанах, достаточно из выпивших уст, и танцуют, ноги поднимают. А ведь песня-то о святом защите нашей земли, о тех парнях, которые стоят на переднем рубеже обороны. Опять возвращаясь к этому фильму, в «Бой, тут они старики», мне в этой песне подумалось, ведь старикам-то было 20 всего-то лет, но они уже были асы в небе. Они были ровесники ваши, и тогда, в 41-45-м, отстояли эту пять земли, которую мы называем Россией. Вернется, что мы сейчас взорвемся аплодисментами этим боевым летчикам, которые стоят на страже нашего великолепного, красивого, замечательного, высокого неба России. Спасибо вам большое. Биландия полковник Андрей Алексеев, Биландий полковник Сергей Щуев, Биландий полковник Александра Богдан, Биландий полковник Анатолий Олегов, Дорогие офицеры, можно попросить вас ответить каждого на два вопроса? Скажите, пожалуйста, если не секрет, а как вы учились? Были ли двойки, были ли прогулы? Хороший вопрос. Школу я закончил при Свердловском Суворовском военном училище. Там у меня было пополам-напополам, физподготовка только имела отлично быть. А остальное так, я учился не очень. Тройки, четверки, русский язык, литература, математика, геометрия. Но я считал, что ко мне призята относятся. Была у нас такая математичка Еленора Алексеевна. Оказывается, потом она спустя 30 лет говорит, ты мне очень нравился, поэтому я тебя хотела. Как говорится, в неурочное время забрать и так далее, дополнительные занятия. А так я закончил потом Одесское артиллерийское училище с красным дипломом. Академию я закончил тоже с красным дипломом. Так что дальше все поперло, понимаете? Все зависит от того, в каком коллективе и как ты себя поставишь у него. Все. А так я вообще по жизни отличник. Пожалуйста. Я так понимаю, вечер продолжается. Люди собрались выходить, а тут когда про учебу заговорили, раз там притормозили еще. Ничем похвастаться не могу. Здесь ничего эксклюзивного. Были и двойки, были и пятерки. Но, в общем-то, старался учиться без троек. На 4-5. Но, в общем-то, более-менее это получалось. До нынешних времен. Прогулов откровенных не было. Ну и двойчинкам не было. Он так раз на дипломы не тянул. Но учился очень-то хорошо. И знание так в жизни помогает. Вообще, разумность нам нужна. Надо учиться. Ну, я скажу более кратко. У меня были пятерки только по физкультуре и по пене. Поэтому меня взяли в армию. А главное, быть преданным своей профессии, которую ты выбрал с молотом, и следуете и до конца. Если можно, еще один вопрос. А что бы вы пожелали парням и девчатам, которые сейчас стоят на распутье? И мама с одной стороны говорит одно, папа с другой стороны говорит другое, соседи третье, учитель четвертое, товарищи, которые, друзья, еще что-то говорят? Куда смотреть? На что ориентироваться? Вы знаете, меня сегодня несколько тронуло две вещи. Первое, вот молодой человек вышел и спросил, что он в жизни не может определиться, и он на таком распутье, и может быть мне летчиком стать. Вот, но как бы уже очень положительно, что молодой человек задумывается об этом. Значит, действительно он имеет все основания вырасти настоящим мужчиной, настоящим патриотом. И второй момент, который меня затронул, то вот когда звучала песня «Офицеры», вообще мы при первых словах песни обычно всегда встаем. Но это что касается офицерского коллектива. Здесь мы это сделали не первыми, потому как, ну, вроде бы, как мы в другом обществе находимся, знаете, вот, не хотели навязывать. Но когда я увидел, что молодые люди один за другим в зале начинают подниматься, я понял, что пожелать вам можно только одного, оставаться такими, какими вы есть, настоящими патриотами нашей Родины, и любить свою работу. Спасибо. Еще, пожалуйста, пожелать независимо, кто какой путь в жизни выберет, следовать намеченным ориентирамам до конца. Тот, кто где-то на полпути ломается и идет в другую эстезию, как правило, не достигает ни одного, ни другого. Если намечена какая-то цель, то надо ее достигать, и это упорство, оно всегда воздастся. Это обязательно. Желаю вам. Спасибо. Я знаю, что многие в этом зале хотели бы с вами вместе иметь фотографию, но вот всем это невозможно, но сделать одну общую фотографию, которую потом можно найти, будет в группе ВКонтакте, в официальной группе ВНВЕХа, мы сейчас попробуем сделать. Я попрошу вас, если вам не сложно... Мы готовы фотографироваться столько, сколько надо. Я боюсь, что вы готовите, когда ждет все секунды в гостях. Мне не дали слово пожелать. А, да. Я прошу прощения. Вы сказали, каждому зададите два вопроса и готовы услышать два ответа. Нет. До меня не дошла вопрос. Я прошу прощения, пожалуйста. Поэтому давайте вот... Вот с этого все и начинается. Кем бы ты ни был, всегда будь справедлив. Это первое человеческое качество. Быть добр, отзывчив. Самые человечные качества человека. А для себя лично каждый должен понять, что здоровье, прежде всего, без здоровья ты не нужен больше никому, ни самому себе даже. Вот и все. Остальное решайте вот сами. Спасибо. Я попрошу сейчас вас, если вам не трудно, спуститься в зал, расположиться на уровне первого, второго ряда, а фотографу прошу подняться на сцену. Если можно, свет в зале включите, пожалуйста.